Когда люди идут по улице с хмурыми лицами, попав в такую ситуацию, которая у меня, я иду, улыбаюсь людям, незнакомые прохожие со мной здороваются, пытаются узнать мое лицо. Они, конечно, не знают меня. Просто я счастливый человек, что я могу жить. Многие из нас уверены, что счастье мимолетно, проходящее, а то и вовсе недостижимо. Ближе всех к истине был Казьма Прутков, сказавший «Если хочешь быть счастливым, будь им». Только он не ответил на вопрос «Как?». У каждого свой путь. Марина Иванова счастлива, потому что в определенный момент решила, что жить в счастье – это единственный способ жить вообще. Она поняла, что быть счастливым можно даже на фоне мучительных испытаний жизни. Я просыпаюсь с хорошим настроением и стараюсь его подарить людям, всех, кого вижу. Каждому понемножку передать, чтобы все чувствовали себя счастливыми в этот момент. Я очень счастливый человек. Сейчас мой сын мне показал мир. Сын Марины родился нормальным и здоровым ребенком. Но в возрасте двух лет судьба подбросила мальчишке первое испытание. Наш Василий родился 10 августа 2009 года. Чудесный, замечательный, благожданный сын в нашей большой семье. Потом мы очень сильно заболели простудным заболеванием, но категоричного врачи ничего не предполагали. Тогда стали уточнять у всех специалистов, с чем мы столкнулись. И первый диагноз, который мы получили – аутизм. Аутизм – болезнь серьезная и малоизученная. Однако сейчас уже нет сомнений, что его нужно, а главное – можно лечить. Существуют занятия, которые помогают ребенку развиваться и хорошо себя чувствовать. Когда Вася поступил к нам, его как-то с первого дня все полюбили, потому что он настолько позитивный мальчик, который, не умея общаться с другими, но он так настроил к себе всех окружающих, этот мальчик мог вполне, например, не умея разговаривать, сложить из магнитной азбуки слово. При том, что ребенку было 3 или 4 года тогда, и он мог сложить слово, например, если он хотел посмотреть мультфильм, он так и писал на подоконнике, ставил мультфильм. Да, причем длинные слова. Он не конфликтный, он совершенно не агрессивный ребенок, как часто это бывает у детей с такими проблемами. Ну, вот такой вот особенный мальчик. Особенный мальчик – Василий Матавилов. И он тоже счастлив, потому что его очень сильно любят мама, папа и, конечно, бабушка. И говорю ему такие слова. Он, допустим, словаться не умеет, он так прижимается к тебе губками. А я говорю, ты знаешь, как я тебя люблю. Я тебя очень-очень люблю. И вот это вот такой вот тон нежный, обнимание вот и ощущение у него, что его обнимают, дает хорошее настроение ему. Только в любви жизнь. Именно она помогла всей семье принять еще одно тяжелое известие. Главное – пережить этот первый шок, потом собраться и действовать. Мы жили единой жизнью. То есть кто-то лежал в больнице, кто-то туда постоянно ездил, что-то привозил. Спали там по три-четыре часа. То есть очень переживали. Это не описать словами. Врагу не переживаешь. Не дай бог никому узнать то, что узнали мы. Дети и онкология. Эти понятия настолько несовместимы, что разум отказывается их принимать. Узнав страшную правду и пережив первый шок, родители Василия выбрали задание выжить и побороть. Острый лимфобластный лейкоз. И первым помощником в этом им стал врач Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева. Он видел, что мальчик умирает, он сказал, что мы его уже не довезем до дома и госпитализировал нас в этот же день. Нам сделали переливание крови, оказали первую помощь ребенку профессиональной, поэтому мы выжили в тот момент и проходим на сегодняшний день там лечение. Это было ужасно, конечно. Старалась его удержать. Любовью, заботой, лаской. Обнимала его. Целовала. Сейчас. Люди, страдающие аутизмом, живут совершенно в другом мире. Дети-аутисты не способны выразить свое отношение к происходящему с ними. Вы можете понять, что вашему ребенку больно только по глазам. Если другой ребенок уже будет жаловаться, плакать и сходить с ума на ваших глазах от этой боли, то аутисту достаточно посмотреть в глаза, как у него расширяются медленно зрачки, заполняя весь глаз, всю радужку закрывая, и резко сужаются. Два года безостановочной борьбы за жизнь. Восьмой курс, поддерживающий химиотерапию, вследствие которой возникают тяжелые побочные эффекты. Мы два года не вставали с больничной постели, потому что мы не могли передвигаться. У нас были сильнейшие костные и мышечные боли, которые связаны были с химиотерапией. Это такой есть эффект побочный у препарата Винкристина. Когда ребенок не может покушать, потому что у него челюсти болят. Когда ребенок не может ходить, потому что у него адски болят ноги. Главное, что не позволять, может быть, себе каких-то отрицательных эмоций, или, по крайней мере, если даже они есть, пытаться ему не показывать свои переживания. А как научиться не показывать? Это очень сложно. У меня практически не получается. У нашей мамы получается гораздо лучше. У вас должно быть всегда счастливое, радостное лицо при встрече с ним. Вы должны с ним общаться, как со здоровым взрослым человеком. Потому что дети, которые прошли вот эти мучительные боли, они взрослеют на глазах. Ой, я не знаю, как она там выдержала эти два года. Это, конечно, очень... Но два месяца вообще не выходили. Очень сложно было бы без моих близких людей вот это все пережить. Взаимосвязь должна быть очень на высоком духовном уровне, чтобы издастся, не бросить ничего. Здесь важно очень поддерживать друг друга. Мы просто любим друг друга, и это самое главное. В этом заключается самая большая поддержка. То, что стараться понимать друг друга. Это сложно поры. Но мы это делаем. Не задавая вопроса, за что. Без обиды и ропота семья сражается с заболеванием. И ребенку, кроме лекарств, помогают еще и молитвы родителей и духовного отца. Мы часто причащаем, регулярно причащаем Василия. И получая вот эту помощь от Бога, мы верим, что Василию станет лучше. Достоевский однажды сказал такие слова. Молитва матери садна морского может поднять. И вот эти слова мне сегодня, мне кажется, не случайно вспомнились. И потому что мама и папа стараются стремиться к Богу, жить с Богом. Это может дать добрые плоды. Это может помочь Василию выздороветь. Бог нас слышит, каждое наше слово, которое произнесено сквозь душу. Если вы просите искренне, и даже если вы вдруг забыли молитву, и у вас рядом нет молитвослова, нет рядом человека, который ее помнит, вы просто обратитесь к Богу, Он слышит всех. Откройте Ему свое сердце, чтобы Он зашел туда. Как говорит нам Евангелие, самая главная книга, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них, говорит нам Господь. Я бы хотел попросить всех вас помолиться вместе о Василии, о его здоровье. Вера в то, что Василий поправится, есть каждым, кто с ним знаком, или даже просто увидел его необыкновенно светлое лицо на фотографии. Земляки Василия объединились и предложили помощь, организовав благотворительный марафон. Вот и опять нам с вами нужно... Нет, не нужно. Мы имеем честь. Или нет, мы имеем огромную радость вместе сделать доброе дело. Многочасовой прямой эфир со словами поддержки и пожеланиями выздоровления. Счастье. Все, что могу сказать для ребенка, это главное здоровье и счастье. Больших сил и терпения родителям. Посадка яблонь и рождение нового Васильевского сада. Я и напишал это самое. Вася, выздоравливай, будь здоров. Множество людей объединились для участия в этой благотворительной акции. Праздник жизни одного ребенка. Вася Мутавилова. Кроме материальной помощи, семья мальчика получила огромную моральную поддержку. Им было не совсем привычно, но очень приятно ощутить, что их боли разделяют тысячи людей. Все однажды сбудется, все однажды сбудется. Пережили мы этот день всей семьей с очень большим воодушевлением. Мы думаем, что так много хороших людей, которые могут отликнуться и помочь нам. То есть я вообще об этом не люблю, честно говоря. Для меня это просто открытие, что действительно так можно хороших людей. Я приложила руки к груди и сказала, Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты послал столько замечательных, любящих, добрых сердец, которые думают о нас, которые помогают нам. Потому что это очень важно, когда ты остаешься один на один с болью или своей проблемой. Очень важна поддержка. Благодарность – это особое качество, которое не присуще человеку изначально. Благодарность – это то, что человеку дает сам Господь. Галина Марина, Олега Елизавета Николая, Анна Юлия, Ходесио, Гона, Тамару. Я в этот момент просила Господа Бога, чтобы Он послал всем крепкого здоровья, всем болящим в этот момент облегчения и радости Господней, всех, кто думает о хорошем в этот день, не только о моем сыне, а вообще заботится о своих близких, чтобы они все почувствовали прилив сил, облегчения, счастья и радости. Очень важно, очень правильно. Я очень рад, что сегодня мы вместе с родителями помолились об этих людях, которые разделили вот эту беду и решили помочь Василию. Я буду дальше стараться молиться и всех, опять же, призываю к молитве и за Василия, и за родителей, и за весь наш город, за всех людей, которые неравнодушны, которые друг другу помогают. До 90-х годов диагноз «острый лейкоз» звучал как приговор. Рак крови, как страшный монстр, забирал маленьких пациентов. На сегодняшний день у детей выздоровление наступает в 50 случаев из 100. Так что шансы есть. Конечно, есть. Врачи говорят так, что те родители, которые верят, которые любят своих детей, они обязательно будут успешны в лечении. Ой, самая главная мечта. Ложусь и встаю только с одной, чтобы он был здоров. Сейчас Василий на дневном стационаре. Он все больше времени может проводить дома. Его родители точно знают, что жизнь – это праздник каждый день, без всяких поводов и причин. Как только сын попал домой, он тут же сказал, «Елку хочу». Мы достали елку, и среди лета нарядили ему новогоднюю елку, зажгли огни. И первый год после клиники он каждый вечер просил зажигать ему елку. Для него это был праздник. Василий Матавилов – маленький и мужественный борец за свое здоровье и жизнь. Понемногу к нему возвращаются силы, чтобы вновь приступить к коррекционным занятиям. Смотри, кто это? Мяу-мяу. Мяу-мяу. Кто это? Это кошка. Кошка. Давай расскажем. Кошка живет. Я. Живет где? Куда мы ее? В лес отправим или в дом? В дом. В дом. Правильно, ставим кошку сюда. Вася скорость 7, но он еще пока на уровне малого ребенка. К сожалению, тот прогресс, который он показывал раньше, был остановлен онкозаболеванием. Ребенок, испытывающий болевой шок, он закрывается. Любой ребенок, не обязательно аутичный, то есть немножечко уходит в себя, в свои переживания. Держи мои пальчики. Я благодарю Господа Бога, что он остановил мой бег по кругу. И теперь я движусь вперед со своим сыном, радуюсь его успехам. Пусть они еще маленькие, но они наши, настоящие, преодоленные, через трудности, страдания, но мы все-таки вперед идем. Они на самом деле уже никого и ничего не боятся. Знают, что истина ценная, а что суета-сует. У веселька появляются пока скромные на успехи. Лечение аутизма – процесс длительный. Главное – просто верить, что все будет хорошо. Васюша, сейчас все будет хорошо. Он говорит фразу «не будет хорошо». А я ему говорю «нет, сейчас будет все хорошо». Самое главное, чтобы ребенок выздоровел физически, с психологическими проблемами, просто надо жить, любить друг друга. И все будет хорошо. Я надеюсь. Я думаю, что все будет хорошо. Мы справимся вот с этой ситуацией и будем помогать людям рядом с нами. Жизнь предоставила этой семье очень трудный путь. Но они идут по нему уверенно, с верой в будущую победу над всеми болезнями. Я вытерла глаза от слез. Взяла себя в очередной раз в руки, когда мне отказала нога, подошла к нему. Я говорю «сынок, а что мы с тобой будем делать?» И мой сын мне просто говорит «пойдем». Тот, который не умеет ходить, мне говорит «пойдем». Я взяла его на руки, мы пошли. Я говорю «давай, я буду твоими ногами на время твоей болезни. Ты мне покажешь дорогу?» И он сказал «покажу». Особенный мальчик Вася показал каждому члену семьи дорогу к счастью. Ведь быть счастливым очень просто. Достаточно лишь захотеть быть счастливым. Наша крыша, небо голубое, наше счастье жить такой судьбою. Наше счастье жить такой судьбою. Субтитры создавал DimaTorzok